Актёрская судьба порой причудлива. Большинство зрителей не представляют, как любимые народом кинобабушки выглядели в молодости. Ведь слава пришла к этим актрисам в солидном возрасте. Да-да, когда они заканчивают карьеру и исчезают с экранов, другие переживают настоящий триумф. Черепахе Тортилле и сказке про Буратино было 300 лет, и актриса Рина Зелёная в фильме воспринималась детской аудиторией как очень древняя старушка. Рина Зелёная, родившаяся в 1901 году, в детстве была настоящей пацанкой, озорной, шустрой и бесстрашной. Судя по сохранившимся фотографиям, юная Рина была весьма симпатичной, и харизмы в ней было хоть отбавляй. Фильм «Путёвка в жизнь» стал для Зелёной путёвкой на большой экран. Перед самой войной вышла картина «Подкидыш», и Рину стали узнавать на улицах. Но истинная слава пришла к актрисе лишь в 70-х. Дети обожали Тортиллу и бабушку Красной Шапочки, а взрослые восхищались мисс Хадсон из культового сериала о Шерлоке Холмсе. Любимица советской детворы своих детей не имела, зато была очень счастлива в многолетнем браке с Константином Тапурицзе. Любовь Добржанская, родившаяся в 1905 году, появившаяся на свет в дворянской семье, всю жизнь несла на себе налёт аристократичности. В молодости она была настоящей красавицей и успешной театральной актрисой. Однако тот период её творчества широкому зрителю неизвестен. Для всех Добржанская остаётся мудрой мамой непутёвых Жени Лукашина из «Иронии судьбы» и Юрия Деточкина из фильма «Берегись автомобиля». Актриса четырежды оставалась вдовой, детей у неё не было. Гениальная Фаина Раневская, родившаяся в 1896 году, дебютировала в кино, когда ей было уже под 40. Фотография актрисы в молодые годы сохранилась очень немного. В молодости внешностью актрисы восхищались. Пронзительный взгляд, статная фигура, каре тёмных волос многих не оставляла равнодушными. Фаина Раневская всю жизнь играла героинь второго плана, но делала это так ярко, что они затмевали главных персонажей. Харизматичные, часто вульгарные тётушки и дамы в летах очаровывали зрителей с первой минуты. Раневская и в жизни не боялась показаться грубоватой, лезть была абсолютно чужда её натуре. Актриса никогда не выходила замуж, а последней её любовью стала собачка-мальчик, подобранная на улице. Популярность пришла к Александре Назаровой после выхода на телеэкран из сериала «Моя прекрасная няня», а ведь на её счету около восьми десятков эпизодических ролей. Тем не менее, зрителям больше всего запомнилась именно экстравагантная и шебутная бабушка Надя. Вообще-то, эта героиня должна была появиться на экране лишь один раз, но Назарова играла так ярко, что роль расширили. Она родилась в 1940-м в актёрской семье, поэтому выбор жизненного пути был как бы предопределён. В юности Саша выглядела очень милой и нежной. Старшее поколение помнит Назарову по картине «А если это любовь». 50 лет жизни актриса отдала театру имени Ермоловой. Она дважды выходила замуж, пережила гибель единственного сына, воспитывала внучку, названную в её честь. Умерла актриса в 2019 году. Галине Стахановой 82 года и её считают самой известной бабушкой современного российского кино. Актриса стала популярной благодаря съёмкам в рекламе, а также участию в проектах «Ёлки» и «Универ». Стаханова дебютировала в кино ещё в начале 60-х, правда, о том факте её биографии никто не помнит. Актёрского образования она так и не получила, но много лет играла на сцене студенческого театра МГУ, параллельно работая в разных организациях. В творческом багаже актрисы около 200 эпизодических киноролей. Евгений Евтушенко сравнивал Стаханову с великой Нонной Мордюковой. Настолько его восхищала игра королевы эпизода. Единственной её любовью был знаменитый Ролан Быков. Они познакомились в театре МГУ и даже некоторое время жили вместе, но не сложилось. Актриса имеет дочь, об отце которой ничего не известно. Галина Макарова – замечательная актриса, в глазах которой, кажется, заключена вся мудрость мира. Отец её был царским офицером, попавшим под репрессии. Много лет актриса проработала на сцене Минского театра имени Янки Купалы. В кино Галина Макарова впервые снялась в 1976-м, когда ей шёл уже 58-й год. Публика искренне любила героинь Макаровой – прямых, принципиальных и очень добрых. Но особенно запомнилась зрителям работа актрисы в картинах «Вдовы» и «Белые росы». Галина Макарова умерла осенью 1993 года. У неё было двое детей – сын и дочь. Сегодня Марии Виноградовой было бы уже сто лет. В детстве Маша активно участвовала в художественной самодеятельности, а незадолго до войны поступила во ВГИК. Озорную и шумную, обладающую бешеной энергетикой студентку сразу же прозвали Мухой. Лишь в солидном возрасте Виноградова стала играть буфетчица, уборщиц, костелянш и контролёрш. Зрителю запомнились её колоритные персонажи в «Калине красной», «Интердевочки», но особенным успехом пользовалась роль экстравагантной особы в фильме «Из жизни отдыхающих». Актриса обладала уникальным тембром, который сохранила до конца жизни. Она переозвучивала знаменитых зарубежных актрис, а ещё её голосом говорят многие герои мультиков. Например, дядя Фёдор и Ёжик, который в тумане. Мария Виноградова была замужем за актёром Сергеем Головановым. Имела дочь. Вряд ли кто-нибудь в состоянии вспомнить фильм, в котором Татьяна Пельцер выглядит молодой. Родилась она в 1904-м, и детство её прошло в театре, где служил отец. Будучи девятилетней, Таня уже участвовала в спектаклях. Однако получить актёрского образования Пельцер не довелось. Начав сниматься на четвёртом десятке, актриса воплотила на экране множество образов бабушек. По большей части это были беззлобные, смешные старушенцы. Солдат Иван Бровкин, Максим Перепелица, приключения жёлтого чемоданчика, чудак из пятого Б. Но попадались весьма неприятные особы. Свадьба с приданным вам и не снилась. Надо сказать, сама Пельцер обладала тяжёлым характером, и коллеги часто жаловались, что работать с нею невыносимо. Актриса обожала сигареты Мальбора и смолила их постоянно. А ещё пила очень много кофе. Она выходила замуж всего один раз, и было это ещё в конце 20-х годов прошлого века. Детей актриса не имела и, к сожалению, закончила жизнь в клинике для душевнобольных. Альбина Евтушевская родилась в 1942 году, а сниматься в эпизодах начала на седьмом десятке. Пожалуй, это рекорд. Другие бабушки отечественного кино появились на экране в более молодом возрасте. Альбина была красивой, темноволосой и голубоглазой девушкой. Но мысль стать актрисой даже не приходила ей в голову. После окончания техникума она работала на фабрике. Вышла замуж. Правда, муж умер очень рано, даже не успев увидеть свою новорождённую дочь. Позднее Альбина вместе с дочкой переехала из Тамбовской области в столицу, где бралась за любую работу. В кино Евтушевская попала благодаря своей любви к экстравагантным нарядам. Ассистент режиссёра заметила её в метро и пригласила поучаствовать в фильме «Русалка». Затем было ещё два десятка ролей. В Париж, в Париж, интерны, девчонки, универ. Сейчас актрисе Йоле Санько 76 лет. Её амплуа – суровые бабушки-моралистки, многие повидавшие на своём веку. Но первый успех актриса пережила давно, ещё во времена своего участия в мегапопулярном «Кабачке 13 стульев». Столь необычное имя девочка получила в честь новогодней Ёлки. Видимо, родители её были неординарными и весьма весёлыми людьми. Ёла росла симпатичной и с детства появлялась на экране вместе с мамой-актрисой и младшими сёстрами. Окончив «Щуку», играла в театре имени Пушкина и параллельно снималась в «Кабачке». Мужем Ёлы Санько стал известный юморист Ян Арлазоров. Актёры прожили в браке почти 13 лет. После развода Ёла забрала дочь и уехала с нею во Львов. Испытав немало трудностей, устроилась в труппу местного театра. А когда вернулась в Москву, оказалось неудел. Лишь спустя 20 лет Санько начали приглашать на съёмки. Зрителям запомнились эпизоды с её участием в картинах «Моя прекрасная няня», «Громовы», «Бабушка лёгкого поведения», «Света с того света». Сегодня Ёла Санько продолжает активно сниматься. Актриса говорит, что сегодня она востребована намного больше, нежели в молодости. Подписывайтесь на канал и ставьте лайк, если вам понравилось видео. Субтитры сделал DimaTorzok